МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа АЛЛАТОВ Студия работает с планом Маталиевой. В начале выпуска коротко о главных темах дня. На средства, поступившие от борьбы с коррупцией, в Нариманской средней школе построен учебный корпус. Продолжая рабочие поездки по регионам страны, исполняющий обязанности президента Талант Мамытов прибыл в ОЖ. Энергетика – флагман экономики страны. Необходимы условия для жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Исполняющий обязанности президента поздравил энергетиков с их профессиональным праздником. Вице-премьер Максат Мамытканов встретился с местными властями Чуйской области, чтобы обсудить подготовку к выборам, а также устранение недостатков. Подведены итоги ежегодного конкурса. Лучшие Айлут Мюты у шесть победителей в двух группах получили от полумиллиона до полутора миллионов. Острой проблемой во многих школах продолжает оставаться нехватка мест. В Нариманской средней школе, рассчитанной на 1200 учеников, обучаются в три раза больше. Здесь на средства, поступившие от борьбы с коррупцией, был построен учебный корпус. Продолжая рабочие поездки по регионам страны, исполняющий обязанности президента Талант Мамытов прибыл в ОЖ. Он подчеркнул возрастающую в современном мире ценность интеллектуального труда. Потому система образования должна развиваться с учетом таких перспектив. В ОШЕ также завершается строительство инфекционной больницы. Она оснащена всем необходимым оборудованием. Обо всем подробнее Аяна Дюшикеева. На финишной прямой строительство инфекционной больницы на 100 койко мест. Здесь предусмотрены отделения интенсивной терапии и реанимации. Стоимость проекта – 107 миллионов сумм. Его профинансировал Общественный фонд социального партнерства по развитию регионов. Сюда уже поступило необходимое медоборудование. Установлена система централизованного кислородоснабжения. Здесь также 11 аппаратов ИВЛ. Больница разделена на боксы и полубоксы, в каждом из которых по три кровати. Сюда поступает кислород. Медработники могут наблюдать за пациентами через стеклянное окно. Каждый бокс имеет отдельные входные двери. Это необходимо для безопасности пациентов. В целом больница соответствует международным стандартам. В новой больнице и новый медперсонал. Бегемайка Наталей Кызы – врач-инфекционист. Она в этом году окончила Оржское медучилище. Знаю, что работа предстоит непростая, но готова помогать своим коллегам, чтобы пациенты как можно скорее выздоравливали. У меня уже есть опыт работы ассистента врача в красной зоне. Обращаясь к медперсоналу, исполняющий обязанности президента Талант Мамытов поблагодарил их за самоотверженную борьбу за жизни и здоровье граждан. Одной из важных задач государства сегодня является создание соответствующих условий для работы медиков и оказания качественных медуслуг населению. Продолжение следует... Талант Мамытов отметил, что новая больница оснащена всем необходимым оборудованием для ухода с запасами. Пациентами, болеющими тяжелыми формами коронавируса и пневмонии. А медработники – это герои, которые на протяжении долгих месяцев дают отпор страшному заболеванию, сказал исполняющий обязанности главы государства. Инфекционной больнице передана карета скорой помощи. Однако говорить о том, что новая больница начнет полноценную работу, пока рано. Проект лаборатории рентгеновского отделения и кухни уже разработан. Однако не найден источник финансирования, чтобы выйти из этой ситуации, предложено временно использовать один из корпусов детской инфекционной больницы. К слову, построена она в 60-х годах. Здесь только что сделали капремонт. Количество мест было увеличено в три раза или на 180 коек. Во всех областях открываем инфекционные больницы. На 100 койко-мест уже открыто и в Бишкеке. В стране имеются запасы, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией лекарств. Этих запасов хватит на три месяца. Подготовлены и обучены 38 тысяч медиков. А в Нариманской средней школе построен дополнительный учебный корпус на средства с единого депозитного счёта, поступивший от борьбы с коррупцией. Исполняющий обязанности президента отметил, что во многих школах страны нехватка ученических мест остаётся проблемой актуальной. Талант Мамытов также обозначил перспективные направления развития системы образования и её основные приоритеты. Балдарда терпиалов, был мемлекетный милдетный. Мы кенди сюю, мы кенди сюю, мы кенди сюю, был бриц гезекте терпиадан анан билимды. Исполняющий обязанности президента подчеркнул возрастающую в современном мире ценность интеллектуального труда. Потому система образования должна развиваться с учётом этих перспектив. Детей сейчас необходимо обучать современным IT-технологиям и языкам. А в старших классах рассмотреть возможность введения уроков профориентации, отметил талант Мамытов. Исполняющий обязанности главы государства поздравил педагогический состав школы со знаменательным событием, подчеркнув ценность их труда по воспитанию достойного подрастающего поколения. А долг государства – создать все условия для того, чтобы граждане могли успешно трудиться на родине. Мамытов пообещал подарить школе интерактивную доску и 10 компьютеров. Урматы, муғалимдер, урматы, ежекелер. Силерді бүгін ұшындай жаңы мектеп, түші отқаныменен селеке жақшы шарттар түзіліп, араны жақшы маңай болып, майрамдық маңай болып тұрат, бұлдағы чоң жетшікендік. Силерді бүгін күмайрамменен түнділінден құтықтайм. Урматы, муғалимдердің, ежекелердің оғыр түшікті жүм ұшын үшін үшінен. Бұрық ұшылы жерді, ұшылы ұшырда ардақты менетіндер еч качан көз жазында қалбайды. Силердің берген білімінгер менің емгейінгер менің ұшыл мектептен, біздің қырғыз мамлекетіне, әлвістің келетшегіне, керегіне жарайтырған Трёхэтажный учебный корпус включает в себе 24 учебных кабинета, столовую, библиотеку ісіпчетальный зал. Есть здесь и медкабінет. Ученики получают необходимые прививки. Сейчас мы проверяем здоровье детей в связи со второй волной пандемии. Есть необходимые лекарства. Между тем, только в Аше за последние 10 лет недостроены 5 школ. 245 по всей стране находятся в аварийном состоянии. В 140 школах ученики обучаются в три смены. В Бишкеке предусмотрено строительство 9 учебных корпусов. По-прежнему остаётся проблема нехватки школ. Поэтому необходимо строить ещё больше школ и корпусов. В рамках реформы системы образования директора школ и руководителей районных отделов образования будут проходить аттестацию. А с нового учебного года учителя начнут получать доплату. Из бюджета будет выделено порядка 300 миллионов сомов. Аяна Дюшикеева, Миргуль Букошева, Акджулай Башев и Сентура Быкеев, Аллату, 24, город Ож. И сегодня исполняющий обязанности президента Атурагач Гуркукинеш Аталант Мамытов поздравил энергетиков с профессиональным праздником Днем энергетика страны. В поздравлении говорится. Уважаемые энергетики! Поздравляю вас с профессиональным праздником Днем энергетика Кыргызской Республики. Энергетика – флагман экономики страны, необходимое условие для жизнедеятельности граждан и крупных промышленных объектов. Поэтому эта отрасль является особенной, от опережающего развития которой зависит устойчивый рост республики. Ровно век назад, 22 декабря 1920 года, было принято решение о строительстве первых гидроэлектростанций в Кыргызстане. Сегодня наш энергетический комплекс – это в первую очередь семь крупных ГЭС, две крупные ТЭЦ, Токтагульское водохранилище, сотни подстанций и километров линий электропередачи, тепловых линий, малые ГЭС и другие энергообъекты, которые обеспечивают всю жизнедеятельность страны. А более 16 тысяч специалистов обеспечивают его круглосуточную работу. В этом году энергетики наряду с медиками продолжали оставаться на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать жизненно необходимые потребности системы здравоохранения и каждого каргызстанца в период вспышки пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в энергетике реализовано несколько значимых проектов, но вместе с тем стоят новые современные вызовы, требующие кардинальных решений и новых подходов. Основные из них – это дальнейшая модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг, повышение инвестиционной привлекательности проектов в энергетике, внедрение энергосберегающих технологий. Уважаемые ветераны отрасли, В сфере энергетики трудятся и трудились только сильные, мужественные и преданные своему делу специалисты высокого уровня. Именно благодаря вашему труду был заложен фундамент энергетической системы. Надеемся, вы и дальше будете передавать ваш опыт и знания молодому поколению специалистов. Всем работникам и ветеранам энергетики выражаю особые слова благодарности за добросовестный труд. Вы уже привычно встречаете профессиональный праздник на своих рабочих местах, потому что чувствуете высокий уровень ответственности за свет и тепло в доме каждого кыргызстанца. Желаю безаварийной работы, крепкого здоровья и новых успехов в трудовой деятельности. Сегодня в Кыргызстане свой профессиональный праздник отмечают энергетики. В этом году у энергетиков круглая дата. 100 лет назад был принят государственный план по электрификации Советского Союза. Энергетика является одной из ведущих отраслей экономики, а гидроэнергетика – это главное богатство нашей страны. Подробности в следующем сюжете. Диспетчеры Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей непрерывно принимают звонки от абонентов. Нурлан Чопиев за свою 12-часовую смену не выпускает из рук телефон и ручку, особенно в холодное время года. У нас 56 подстанций, мы должны знать примерную схему каждой из них. Для предупреждения отключений должны вовремя перенаправлять напряжение. Сейчас увеличивается нагрузка, вероятность отключений растет. Как только поступает сообщение об аварии, на место выезжают монтеры аварийной службы. Автомобиль со специальным оборудованием всегда на готове. У монтеров сложная и опасная работа. Монтеры этого предприятия имеют дело с высоковольтными проводами. Соблюдение техники безопасности для них самое основное требование в работе. Мы работаем на высоте 30-40 метров. Наша работа заключается в обеспечении людей электричеством. Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех коллег с профессиональным праздником. Мы работаем для всех. Ведь если отключится свет, вся работа встанет. Ежегодно в Кыргызстане вырабатывается примерно 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. 40% из них вырабатывает тактогульская ГЭС. Там сейчас идет модернизация, которая позволит продлить срок службы ГЭС еще на 35-40 лет и увеличить мощность на 240 мегаватт. Кроме тактогульской в республике работает еще 6 ГЭС. Потенциал гидроэнергетики еще полностью не раскрыт. Нам предстоит развивать эту отрасль дальше. Например, для того, чтобы не зависеть от уровня воды в тактогульском водохранилище, необходимо достроить и запустить Камбаратинскую ГЭС-1. Гидроэнергетика является главным богатством Кыргызстана и опорой экономики. На сегодняшний день среди стран СНГ мы являемся третьими по возможностям гидроэнергетики. Необходимо пользоваться этим ресурсом с умом. Нурбек Иманов, Нургуль Джумабекова, Бексултан Курманбекулу, Аллато, 24. Многие предпринимательские и социальные объекты Высокульской области простаивают. Об этом сказал исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Высокульскую область. Новиков подчеркнул, что необходимо провести инвентаризацию всех объектов, находящихся в области. Вместе с тем он отметил необходимость регулирования цен на продукты первой необходимости. Стороны правительства мы сейчас принимаем такие чрезвычайные меры по обеспечению поставок продуктов питания напрямую от производителей. С Российской Федерацией заключены прямые контракты с производителем подсолнечного масла, с Объединенной зерновой корпорацией, по пшенице. Я думаю, в этой части у нас рисков с наличием продуктов питания и обеспечения продовольственной безопасности не будет. Во всех регионах республики полным ходом идет подготовка к выборам. Основная задача – это проведение честных и прозрачных выборов и повышение активности граждан. В связи с этим вице-премьер Максат Мамытканов встретился с местными властями Чуйской области, чтобы обсудить подготовку к выборам, а также устранение недостатков. Если в день голосования будут жалобы или нарушения, то вице-премьер Максат Мамытканов пообещал реагировать на них оперативно и попросил все снимать на телефон. Также он добавил, что первостепенная задача – это провести честные и прозрачные выборы. Самая главная наша цель, которую мы перед собой поставили, это провести открытые, честные, прозрачные, неподкупные выборы. Мы это обещание давали перед народом, и мы это обещание выполним. Это самое главное – провести реально первые честные выборы. Подготовительные работы избирательных участков в регионах практически завершены. Так как досрочные выборы пройдут во время пандемии и в зимний период, особое внимание будет уделено соблюдению санитарных норм и температуре воздуха в помещениях. Необходимо информировать о том, выявлены ли нарушения на местах и какая ответственность предусмотрена. Про все эти моменты нужно незамедлительно рассказывать через СМИ. Для решения подобных вопросов и в целях недопущения нарушений на избирательных участках специально созданные координационные группы оперативного реагирования должны четко выполнять свою работу. Граждане могут проверить себя в списках избирателей на своих участках, или же это можно сделать, не выходя из дома, на сайте tizme.gov.kg. Еще одна особенность этих выборов заключается в том, что не будет использоваться форма 2. Таким образом, на этот раз граждане могут участвовать в выборах только по месту прописки или предварительной регистрации по текущему месту жительства. Есть очень много граждан, которые прописаны, скажем, на малой родине, но живут уже годами фактически в городах или в пригородах. И, соответственно, граждане должны принять меры и пройти регистрацию, поменять прописку и встать на учет в том месте, где они должны проголосовать, в том месте, где они фактически проживают. Увеличены сроки работы, режим работы центров обслуживания населения, режим работы продлен. Несмотря на предпринимаемые усилия по увеличению явки избирателей, до сих пор остается нерешенным ряд проблем. В области около 13 тысяч избирателей с ограниченными возможностями здоровья, для которых на избирательных участках не созданы все условия. Кроме того, по Чуйской области более 55 тысяч граждан не имеют постоянного места прописки. По Чуйской области, вот именно Соколук-Скаламидинский район, там 8 425 дворов. Если там, если возьмем по 2-3 избирателей, ну, в принципе, около 30 тысяч человек, они на сегодняшний день не имеют по неким трансформационным земельным проблемам. И мы действительно на сегодняшний день ведем разъяснительные работы. Были переезжие с Чаргатала, что у них нет никуда без прописки, и будет в район администрации временно прописывать. Это только на период выборов. Кроме проводимых подготовительных работ, во время выборов будут работать специальные технические группы. В Чуйской области организовано 108 подобных групп, которые своевременно будут решать проблемы, если случится сбой в работе оборудования. Все чаще молодые активисты говорят о правах граждан, о проведении честных выборов и недопущении их фальсификации. Это не просто слова. Прежде всего должна быть ответственность граждан, осознание того, что голоса каждого из нас вершат будущее страны. Между тем, на законодательном уровне приняты меры по недопущению нарушения выборного процесса. Надежда Усова продолжит. 10 января граждане должны избрать президента страны и форму правления, президентскую или парламентскую. По данным соцопросов, отдельные избиратели еще не определились с выбором. Сейчас кандидаты в президенты ведут агиткомпании. А молодые активисты, в свою очередь, призывают народ делать свой выбор осознанно, не поддаваясь на уловки политиков. Надеюсь очень, потому что все-таки сейчас, если к власти придут молодежь, то возможно что-то изменится. И если придут молодежь, то возможно мы сможем что-то изменить. И вообще у нас очень много таких ребят талантливых, образованных. Ему хотелось бы, чтобы действительно было все легитимно, законно. И как бы у нас наладилось все. Это уже народ не станет терпеть, как в прошлый раз. Мы же все видели, какую реакцию дали люди. Поэтому я надеюсь только на хорошее. Пальтологи утверждают, что эти президентские выборы будут в корне отличаться от предыдущих, прежде всего тем, что не будет использован административный ресурс. Каждый из кандидатов будет полагаться только на себя. Все попытки как-либо заявить о себе, используя разные технологии, пресекаются на корню правоохранительными органами. Законодательно приняты меры по недопущению нарушения выборного процесса. Как известно, не будет возможности проголосовать по форме 2, да и подкуп избирателей результата не даст. Тому пример выборы 4 октября. Народ Кыргызстана не потерпит несправедливости нарушений. В свою очередь ЦИК совместно с правоохранительными органами за этим тщательно следит. Они призывают граждан сообщать о возможных нарушениях. Органы государственной власти, в том числе и органы местной власти, они должны принять все меры для того, чтобы не допускать таких нарушений, которые были в парламентских выборах прошедших. И поэтому нужно предоставить народу право самому выбрать того или иного кандидата самому. Не надо давить на народ, на то, чтобы кто-то там за того или иного кандидата голосовал. Нужно усилить разъяснительную работу среди граждан, отмечают аналитики. Продажа голоса как продажа своей страны. Поэтому выбор должен быть самостоятельный и осознанный. Провести чистые выборы. Весь вопрос в том, что судьба людей, народа в их руках. И если мы хотим, чтобы изменить эту систему, и как-то, чтобы государство развивалось, чтобы экономика поднялась, то нам надо провести чистые выборы. Это зависит от каждого из нас. Времени до выборов остается совсем мало. До 29 декабря избиратели могут проверить себя в предварительном списке на своем избирательном участке, либо же на портале tizme.gov.kd. А 10 января сделать выбор, в какой стране жить, парламентской или президентской, и выбрать, кто будет лидером Кыргызстана на ближайшие несколько лет. Надежда Усова, Ченгыз Джумагулов, Аллато 24. С 2014 года около 50 тысяч человек прошли тестирование на знание государственного языка по системе Кыргызстест. По ней могут пройти тестирование все граждане, а вот госслужащие сдают тест в обязательном порядке. Сегодня с деятельностью госучреждения Кыргызстест ознакомилась вице-премьер Эльвира Сурабалдеева. Сейчас Гульбак и Беккази с подробностями. Государственное учреждение Кыргызстест уже 6 лет проводит тестирование современным методом. Как сообщили сотрудники учреждения, в день иногда сдают тест на знание госязыка более 100 человек. Но в связи с пандемией в этом году людей меньше. Для представителей местного самоуправления выдвинуты требования сдачи на уровне Б2. Это, конечно, серьезный уровень, потому что если А1, А2 – это только уровень начинающих, Б1 – это средний, а Б2 – это выше среднего. То есть это уровень носителя языка, где человек может спонтанно выступить на какую-либо тему и воздействовать путем каких-то подачи материала, обращения и так далее. То есть это серьезный уровень. Сегодня деятельность у госсучреждения Кыргызстест ознакомилась и вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что государственные и муниципальные служащие должны знать кыргызский язык. В свою очередь вице-премьер прошла пробный тест на знание госязыка и успешно сдала его. В каждом развитом государстве знание государственного языка является таким вопросом, скажем, национальной политики, вопросом будущего развития государства. И в нашем случае, в случае Кыргызской республики, есть официальные требования, чтобы каждый государственный служащий, он обязательно проходил тест на знание кыргызского языка. Каждый гражданин, кто хочет проверить себя, он просто-напросто обязан пройти этот тест, чтобы знать, где у него слабые стороны, где у него сильные стороны, где стоит подтянуть, где, возможно, ему нужна будет поддержка дальше. Тест состоит из нескольких разделов. Там есть и вопросы, и ответы. Если госслужащий при первой сдаче теста показывает самый высокий результат, то в последующие годы он освобождается от экзамена. Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучший Айлут Мету». Шесть победителей в двух группах получили от 500 тысяч до полутора миллионов сомов. В Доме правительства сегодня прошло их награждение. Другие подробности у Дамира Базарбаевой. В селах Карабуринского района цену чистой питьевой воды знают. Лишь в этом году доступ к ней получен в селе Чонкарабура. Здесь реализован проект на 32 миллиона сомов. Водопровод проведен также в селах Ючбулак и Кызыладыр. Большая работа проведена и в плане чистоты, благоустройства и озеленения сел. Старания руководства местности не остались незамеченными. Карабуринский Айлут Мету признан лучшим, а в награду получил полтора миллиона сомов. И эти средства уже имеют свое назначение. Средства мы уже с депутатами переговорили. У нас в ЖКХ служебная машина, на ЖКХ ремонт административного корпуса Айлут Мету и маломищных семян материальной помощи. Да, да, это уже решено. Всего победителями признано шесть Айлут Мету из каждой области. Наш ежегодный бюджет всего полмиллиона сомов. Это куда ниже, чем в других Айлут Мету. Несмотря на это, решили принять участие в конкурсе. Добились хороших результатов, выиграли миллион. Эти средства тоже направим на развитие. А на что именно, решим вместе с депутатами. Конкурс среди органов МСУ проводят в двух группах. Расположенные в горной местности и приграничье, а также с благополучными условиями проживания. Общий призовой фонд составил шесть миллионов сомов. За первое место полтора миллиона, за второе и третье – миллион и полмиллиона соответственно. Учитывая, что большая часть населения проживает в сельской местности, правительство всегда поддерживает инициативу Айлут Мету. Особое внимание уделяется увеличению сельскохозяйственного и промышленного производства, созданию лучших условий жизни населения, благоустройству территории, улучшению состояния учреждений культуры и сохранению культурного наследия, привлечению инвестиций. Еще раз искренне поздравляю победителей. Надеюсь, ваш передовой опыт будет перенят и другими Айлут Мету. Также была отмечена важная роль Айлут Мету во время пандемии. Напомним, ежегодно конкурс «Лучший Айлут Мету» проводится с целью популяризации деятельности органов местного самоуправления. С 2014 года победителями признаны 28 Айлут Мету. По словам Айнура Ахматовой, строительство медицинского учреждения в селе Мантыш Кочкорского района Нарынской области завершено на 90% и будет открыто 25 декабря. Также по двустороннему соглашению с Российской Федерацией Кыргызстан получил сертификат на передвижную лабораторию. Эти лаборатории используются для выявления коронавируса в отдалённых районах. Кроме того, для борьбы с болезнью областным санитарно-эпидемиологическим станциям предоставлено 19 машин скорой помощи. По словам начальника юридического управления Минздрава Азамата Джумакеева, решение правительства о получении компенсаций от 4 мая этого года касается только медицинских работников, инфицированных коронавирусом. Правительством Кыргызской Республики в целях оказания поддержки медицинским работникам принято распоряжение правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2020 года за номером 161. Данный акт был принят в соответствии со статьей 23 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, а также на основании статей 10 и 17 Конституционного закона о правительстве Кыргызской Республики. Указанным распоряжением было предусмотрено выплата компенсации инфицированным коронавирусом инфекцией COVID-19 медицинским и иным работникам Организации здравоохранения в размере 200 тысяч, тысяч сомов, а также с именем погибших обозначенных работников миллион сомов. В настоящее время на стационарном лечении находится 1472 больных, на амбулаторном – 2429. К сожалению, за последние сутки от коронавируса умерли еще 4 человека. Трое из них в Бишкеке, один в Иссыкульской области. За последние сутки зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусом. 48 из них были зарегистрированы в Бишкеке, в городе Ож-2, 41 в Чуйска области, 11 в Оржской. По 7 случаев зарегистрированы в Таласской и Нарынской областях, 31 в Иссыкульской, 12 в Джалабадской и 16 в Баткенской области. Таким образом, общее количество заболевших достигло 79 429 человек, из которых 73 300 были вылечены. С начала пандемии умерло 1335 человек. Также Акматова предупредила, что на новогодних праздниках и на выборах в связи с выявлением нового штамма коронавируса должны строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические правила. Она добавила, что новый штамм коронавируса появился в Дании, Нидерландах и Великобритании, основываясь на данных Всемирной организации здравоохранения. И что его инфекционность на 70% выше, чем у COVID-19. Аяна Вайзакова, Азамаджапаков, Аллатуа, 24. Соотечественники-врачи, работающие в Свердловской области России, инициируют внедрение автоматизированной системы региональной акушерской мониторинг и в Кыргызстане. То, что эта система работает, они убедились на своей практике. За шесть лет в регионе удалось сократить материнскую смертность с 18 до 8%. Рассказывает наш коллега Мирбек Молдакунов. Нужна или не нужна госпитализация? Корректно ли назначено лечение? В Свердловской области России благодаря автоматизированной системе региональный акушерский мониторинг удалось снизить как младенческую, так и материнскую смертность. Вот видим, да, прошел консилиум в одном из учреждений города Свердловской области. На консилиуме было зафиксировано высокое артериальное давление. Вот, например, у пациентки сниженный уровень гемоглобина. Гемоглобина 86, то есть тоже отклонение от нормы. То же самое касается и так далее, да, по ситуации. Допустим, какие-то коды МКБ. Вот, например, пациентка в одном из учреждений выявлена с коронавирусной инфекцией. То есть вот по коду МКБ мы видим ситуацию. Вот, например, в одном из учреждений полученный результат обследования на ПЦР, тоже выявлен к ВИД-19. То есть вот в этих ситуациях врачам никуда звонить, никуда обращаться не требуется. Вся информация автоматически выявляется из этих списков. И дальше кураторы, сейчас, допустим, дежурят у нас на дому, они с ноутбуками дежурят на дому, обрабатывают сигналы и принимают решения по маршрутизации, по тактике ведения и лечения в зависимости от выявленных сигналов. Программа дает возможность отслеживать состояние здоровья всех беременных в режиме реального времени, начиная с первого обращения в женскую консультацию и до направления народа. За момент внедрения системы показатель младенческой смертности и материнской у нас снизился в полтора раза. Но есть еще огромный эффект, показатель ранней неонатальной смертности в роддомах первого уровня, а это небольшие родильные дома на территории Свердловской области, снизился в три раза. А это говорит о том, что беременные высокой группы риска, у которых предполагается рождение новорожденного, которому потребуется оказание медицинской помощи с первых секунд рождения, рождаются в условиях перинатальных центров. Первая долгожданная очень, да. Семья складных ждала своего первенца 15 лет. Как назвали дочку? Дочь мы назвали Софье. Наталья Шарина родила дочку с помощью кесарево-сечения. В системе она была под особым контролем врачей. Ну, у меня, во-первых, да, были и по гипертонии были особенности, и гистационный сахарный ребят, ну, были сложнее по моему здоровью. Вот, поэтому пришлось прибегнуть к оперативным родам. В Кыргызстане материнская смертность остается высокой. Соотечественники врачи, которые работают в перинатальных центрах Екатеринбурга, знакомы с этой проблемой не понаслышке. Они инициируют внедрение автоматизированной системы регионально-акушерский мониторинг в Кыргызстане. Мы очень надеемся, что эта система будет работать и нашими коллегами будет принято на ура, потому что это очень хороший инструмент по снижению материнской смертности, по снижению младенческой смертности и как инструмент помощи практикующим врачам. По мнению соотечественников, эта система разгрузит врачей от рутинных бумажных работ, а самое главное, поможет оказывать роженицам своевременную помощь. Стоит отметить, что вопрос внедрения системы акушерского мониторинга в систему здравоохранения Кыргызстана включен в повестку Межправкомиссии Кыргызстана и России. Мирбек Малдаконов, Асхар Уланулу, Аллату-24, город Екатеринбург. По республике было начато строительство и ремонт на восстановительные работы 14 объектов здравоохранения, сообщил стать секретарь госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Бурубаев. Из них за счет общественного фонда строили три быстро возводимые инфекционные больницы в Бишкеке, Аше и Нарыне и капитально отремонтировали девять объектов. На сегодняшний день завершены десять объектов здравоохранения. Всего строительство и капремонт этих объектов профинансировано более чем на 404 миллионов сомов. Завершение строительства оставшихся трех объектов планируется до конца года при своевременном и полном финансировании. Строительство оставшихся трех объектов планируется завершить до конца текущего года при полном и своевременном финансировании. Это объекты экспериментальной быстро возводимой инфекционной больницы в городе ОШ на 100 коек и экспериментальная инфекционная больница в городе Нарына на 17 коек. Подготовиться к госприемке здания больницы Села Чаичи рассчитано на 15 коек. Таким образом, до конца текущего года всего республика завершится строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения на 1426 коек. После семимесячного простоя заработала ОШ детская инфекционная больница. Проведенная реконструкция позволила увеличить количество койко-мест почти в три раза. За последний месяц не было зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом среди детей, но участили случаи другого заболевания – желтухи. После небольшого перерыва вновь начала принимать пациентов ОШ-ская городская детская инфекционная больница. Старое здание медицинского учреждения было закрыто на реконструкцию. После ввода в эксплуатацию в детской инфекционке ни разу не проводился капитальный ремонт, не было воды. Об этом в последнее время писали в соцсетях об отсутствии условий для лечения о полчища тараканов. В ходе реконструкции была полностью обновлена кровля, количество койко-мест увеличено в три раза. И на всё это было израсходовано 25 миллионов бюджетных средств. «Мы здесь находимся уже три дня. Здесь очень тепло, есть все условия для лечения. Моя дочь поступила с болью в животе, температурой теперь всё позади». Сейчас в городской детской инфекционке лечатся от желтухи, гриппа и расстройства желудка 30 детей. Вместе с тем ежедневно в приёмное отделение обращаются более 25 пациентов. «Одних консультируем, других оформляем в больницу. Но в последнее время участились случаи других инфекционных заболеваний». После реконструкции больница оснащена современным медоборудованием – томографией, рентгенаппаратами и другими необходимыми для диагностики аппаратами. «Пациенты все обследования проходят на месте и также лечение. Для этого здесь созданы все условия». Поступивших с подтверждённым диагнозом на коронавирус отправляют в Ожскую областную детскую больницу. Для них организованы койко-места в стационарах Сё-Харасу и Башбулак. «Детей с диагнозом ковид мы принимаем в специальном отделении, берём анализ ПЦР и проводим лечение». В регионе за месяц среди детей не было зарегистрировано ни одного случая заболевания ковидом. Вместе с тем с весны участились случаи заболеваний детей до 16 лет гриппом. После пожара в одном из корпусов школы в селе Чунтала учащиеся обучаются в трудных условиях. Старое общеобразовательное учреждение на окраине местности было построено в 80-х годах прошлого столетия. Несмотря на это, здесь продолжали учиться дети, а теперь ещё и один из корпусов школы полностью сгорел. Во время дождей крыша протекает, и вся влага попадает в помещение. Намокают партой одежда учащихся. Эта учительница рассказала, в каких условиях продолжают заниматься дети. В классах очень тесно, не развернуться. А когда отключают электричество, класс освещает единственный световой проём в окне. Кроме того, буржуйка не может обогреть весь класс. В таких жутких условиях трудно заниматься, особенно холодно тем, кто сидит на первых партах, потому что рядом дверь. Для этой печки выдают всего одно ведро угля. Нам нужна другая современная школа. Как при таких условиях можно хорошо заниматься? Куда только не обращались учителя и учащиеся по поводу строительства новой школы. Недавний пожар усугубил, и без того трудное положение сельских учащихся. Нашу школу включили в госпрограмму по строительству. Уже подготовили проект школы на 225 ученических мест. Надеялись, что строительство начнётся в 2016 году. Однако всё изменилось. Во время рабочей поездки по Оржской области, исполняющей обязанности премьер-министра, первый вице-премьер Артём Новиков распорядился, чтобы школу в кратчайшие сроки отремонтировали. О планах приступить к строительству новой школы сообщил и министр образования Алмазбек Бешиналиев. Насчёт этой школы проводится расчёт. Строительство новой школы включаем в план. Тем временем сельские дети надеются получить знания в тёплой современной школе. Вера Черникова, Усен Кульбаев, Тургазы Джайнаков, Ирызбек, Майзаид Улум, Аллато-24, Баткенская область.